И степной кобыль без звёзд ночи. Господи, мне так много нужно тебе сказать, И только в ответ, мой Господи, не молчи. А мне без твоей любви трудно дышать. И пусть я махнула давно на себя рукой, Скажи мне, куда стремится моя душа? И обретёт ли она наконец-то такой? И обретёт ли она наконец-то такой? В репертуаре Любовь Крупцовой на стихи Наиля Муратова. Я надеюсь, что... И даже нашла слова. И надеюсь, что Люба сможет нам и второй вариант молитвы на слова Наиля Муратова пропеть, Если получится. Сейчас мы просим Вадима Неготурова. Вадим Неготуров. Снега, дожди, снега, печальный круг, Страшнее нет врага, чем бывший круг. То планный ход, то друг, то комный тигзак, То лимонный круг, что-то друг. А можно я громко прочту, потому что она меня потрясла? Снега, дожди, снега, печальный круг, Страшнее нет врага, чем бывший друг. То плавный ход, то вдруг, рывком зигзак, Кто виноват, мой друг, что ты мой враг? Неважно, важно, что мы слышали в задней ряды. Дайте микрофон. Давайте микрофон, пожалуйста, потому что да. Лотка нужна. У каждого. Я вернусь в отчий дом, я вернусь, да не будет сомнений. Даже если зимой, все равно этот день будет май. И стареющий пес в конвер под цветущей сирене Друг узнает меня и поднимет ответственный лай. Я вернусь в отчий мир после лютых, ненужных сражений, После грязных безумств, что хрестали грехом через край. Я вернусь, нежно море, дни ванну соленую спенят, А прибрежная степь мне заварит ромашковый чай. Стану я пред отцем запоздалым, но здравым прозрением, Что ни в чем на борьба за надуманный жизненный май. Я вернусь, не имея заслуги на рай и спасение, Но в надежде на то, что найду и спасение, и рай. Берите, берите с удовольствием. У меня все ваши стихи вот здесь. Так. Сейчас приглашаю Леонида Величко. Анонс вы увидите в промежуточный вариант. Тогда мы будем считать ваши голоса, прононсируется программа. Я бы лучше, конечно, читал. Я не грущу, что рана не болит. Спокойно я гляжу на жалкие расколки. Бывает так всегда. Шипы, розы, полки, стакан граненый доверху налит. Я все ж грущу, что рана не болит. Я не грущу, я бы уже давно простил. Ведь говорят, что сердцу не прикажешь. Что не сказалось, то уже не скажешь. Росток лелеял, ходил и растил. Я все ж грущу, что я давно простил. Я не грущу, и образ твой забыт. А был ли мальчик? С крыльев думы дали. Проходит все, и поминай, как звали. Великодело, суета и быт. Я все ж грущу, что образ твой забыт. Я не грущу, а грустен ли дневник. Когда-то в нем писали страстно строчки. Лишь по весне слезятся липко почки. Пусть в ноябре к усталости приник. Я все ж грущу, что грустен ли дневник. Я не грущу, застыл в руке платок. Спокойно мысль и сон смежает веки. Спокойно гладь, когда уж пусть те реки. Бурлил весной и пенился поток. Хоть и грущу, не нужен мне платок. Приходи ты ко мне иногда, и букетик с собой приноси. И не надо мне вновь прогода, и прощения вновь не прости. Приходи ты ко мне иногда, посмотри, как красив листопад. Углядание природы города, как и прежде, тебе буду рад. Приходи ты ко мне иногда, можно даже холодной зимой. И под снег ты промолвишь тогда. Ты не был, не станешь ты мой. Приходи ты ко мне иногда. Если хочешь, то можно весной. Оживает природа когда. Прорасту для тебя я пробой. Не придешь ты ко мне никогда. Никаких ты не скажешь мне слов. Опас твой, это знал я всегда. Из мечты я заставил весну. Спасибо большое. Леонид Белитин. Ольга Ершова. Ольга Ершова. Прием, Ершова. Извините, я немножко спалила. Я не так неожиданно пригласил. Я не очень. Десять, Вадим Витальевич. Десять. Создавала просто творческий программу. Создавала. О, это не доносила наука. Что-то меня знают как ироническую ПТС. Сейчас я буду оригинальному. Она знает еще как сценариста. Она знает еще всячески-всячески-всячески. И даже как актриса. Я буду оригинальному. Буду читать лирику. Ну, как прежде всего ты стояла у меня ассоциироваться все-таки с любовной лирикой. Ты вошел, и я себе сказала, Ни за что не стану говорить. Первый, как на нитку нанизала. Все, что было, все, чему я видел. Ты стоял, я пристально смотрела на тебя. Пол жизни в голове. Медленно и сонно вечерела. Мне казалось, вечность в пленве. Не хотелось крикнуть, что я силой. Резко и стремительно уйти. Поздно все кончается, мой милый. Улыбаясь, бросит по пути. Шарф накинуть, взмах руки вслепую. Дверь открыть внезапно, как в грозу. И увидеть тонкую, скупую. На исток похожую слезу. И вернуться, и начать сначала. И влюбиться вновь в себя назло. Ты молчал так долго, я устала. От того, что не произошло. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо, я тут рядом. Пожалуйста. Тоже не умею, но... Делать. Не умеете. Не важно. Когда некому, да. Вот, ну... Можно в руки, да, взять? Моего не совсем. Все. Понял. А, сикторей я недавно писала. Почему-то. Уже это мной не шустяки, как-то... Это не дудово. Да. Все кажется, что вот мы совпадем. Посмотришь ты, и я тебя увижу. И станет вмиг отчетливее и ближе Душа твоя в величестве своем. Но снова тишь, и мается рука. Ласкать в меня законная услуга. И только полладу не до хлопка. Полкапли до слияния друг в друга. И ты молчишь, но как тебе терпеть? Несешь любовь, как древняя повинность. И в полруки наматываешь сеть. Так безнадежно режет половинность. Все по частям, но я еще жива. Завидный крест твоей души и тела. И в них живут нежнейшие слова. Но мне хотелось бы остаться целой. И что, по-моему, у меня маленькая сихарина. После чего-то очень с характером Цветаева она у меня ассоциируется. Я сейчас шелухову. Я разгадаю вас с первого такта. Сейчас, секунду. Я разгадаю вас с первого такта. Еще до второго акта. Я уйду, не дожидаясь антракта. Факт есть факт. Я просчитаю вас с первого слога. Вычитаю еще с пролога. Я узнаю еще с порога, что их немного. Я изведу вас, не глядя. Просто когда и нет. Так скажите, чего же ради он вас мне? Ох. Да. Давайте мы пригласим сейчас Олега Малоногу. Олег Малонога, я не знаю, как всегда занят, но тем не менее, если он останется на анонсирование своей программы, то сейчас Олег Малонога-поэт. Лир Малонога-барт предстанет пред вами чуть позже. Есть и Малонога, и шоу. С удовольствием берите гитару. Все в вашей власти. Как удобно. Микрофон? Нет? Угу. Волазь душа в куски и клочья. И изнывала от тоски. Любовь приходит поздно ночью. И зажимает мозг в тиски. И мысли не дают покоя. И кровь скидает. И гурлит. И ощущение такое, что все вокруг меня горит. Каков я есть? Судить лишь Богу. Пусть не областанной судьбой. Я не хочу искать дорогу, где мы не встретимся с тобой. Да, я, конечно, не подарок, не талон. Какой уж есть. Я груб, но согласись, не жалок. Я застрелюсь за слово чести. Спасибо. Спасибо. Скандалы. По этому поводу стихотворение. Называется «Давай померите». Почему скандалы и руганят? Потом прощение, мольбы. Мы знали все с тобой за рай. Сорь не выносит из-за збы. Бессмысленно глядеть у грюмых. И словно мыши на руку. На тутса, молча и без шума. Сидеть и продлинать судьбу. Не будет этого. Не будет. Я не могу и не хочу ждать, Когда нас Господь рассудит. Нет, ты простишь. И я прощу. Давай помиримся, родная. Иди, и тебя я обниму. Пройдет обида. Точно знаю. Ведь люди, что и я люблю. Сейчас Юрий Черножук. Мой замечательный Юрий Черножук. Я хочу сказать, что вошедшие, пожалуйста, возьмите лист бумаги. Вы будете читать свои стихи вошедшие? Да. Хочу я читать. Оценки всем, а выберем трех. Некогда я снимаю. Вы меня сняли. Конечно. Давайте вам сделаем. Сегодня. Я после тренировки выложу. Первая песня называется «Было лето в Одессе». Я предлагаю вам перенестись в начало 70-х годов, потому что песня... «Было лето в Одессе». — Безвоем. — Безвоем. — Безвоем. — Я после тренировки… На сутку. Было лето в Одессе, не липаться, не липаться, не липаться. Мне восемнадцать, давно это было давно. Я с девчонкой сидел на булеваре, где Пушкин и Дюк. И куранты на думе играли привычной материи. Звали Люси и девчонку, но она на мастерне жила. Закрывала полночи до дома ее провожала. Ах, как мы целовались, какие шептали слова. Мы любили друг друга, да и не любили, а жало. А еще был футбол, черноморец в туалетах кривя. Обыграли Тбилиси, потом обыграли Спартак. До футбола я с Володькой ходил, он был другом моим. Под пиратом убили его на афганской воде. А еще были песни «Бобина крутилась с утра». Пил по струнам Высовский, с хри порождая стихи. Тихо пела гуджава, а может, читал нараспевку. Были Висборг и Галич в пленке, и много что упило. А еще было море в отраде, и солнце на дне. И горячий причал, и прыжок, и прохлада воды. А потом можно просто качаться на легкой волне. И на чай смотреть, как давно-то, как давно-то. Пустарел я, отец, и ты, пустарел, со мной. Только летом приходит, и липы цветут во дворах. Только Пушкин и Дюк на бульваре, как прежде, стоят. И куранты на доме играют привычной воде. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Спасибо. Спасибо. Песня называется «Смерт в планку». Встречается в моей жизни. Мне нужен этот свет. Цвет лампы на стали. Зеленый абажур. Разводы на стекле. Царит в округе ночь. И ей преграды нет. Цвет лампы на стали. Надежда на рассылку. Мне нужен этот свет. Мне нужен этот свет. Цвет лампы на стали. Любимое лицо. Бессвязные слова. Горячих рук кольцом. Крылых густых волос. Крутой изгиб бедра. Цвет лампы на стали. До самого утра. Мне нужен этот свет. Мне нужен этот свет. Цвет лампы на стали. Как пятнышко во тьме. Дарит мне стихи. Он песни дарит мне. Их рифмы беспричуд. Мелодий просты. Как будто в колыбель. Ложаться на листы. Мне нужен этот свет. Мне нужен этот свет. Цвет лампы на стали. Прямый бег не лут. Хотел бы вечно жить. Да вечно не живу. Запрежет в полусени. Сквозь осень и к последний морду. Цвет лампы на стали. Прощальный свет земной. Мне нужен этот свет. Мне нужен этот свет. Филипс Зигельбаум. Филипс Зигельбаум. Наш гость из Германии. Очень рады всегда видеть в Одессе. Недавно у него была своя творческая программа. Слышали, помним. О, видите, как. Хорошо, что я с собой иногда ношу какие-то листики. Да, я не выручаю. Я не знал, что будет какой-то блок. Поэтому вдруг так, как считаю, знакомо. А вышло не было. Вернее, не просто. Два коротких, а одну нормальная. Перекресток. Здесь два закона у души. Где боль, там плод. Где май, там вьюга. И мы с тобою хороши, Не полюбившие друг друга. И у вселенной есть края. Они должно быть свойство круга. Как все-таки душа твоя В моей не отыскала друга. Есть две дороги у души. Дорога ночи, дорога выжить. И вечность пес на них лежит. И вечно перекресток лежит. Марина Цветаевна. Живущая, как матка. Поющая она ах. В пути душа солдатка. Петля в синях. Дружиница России. Всея двойник. Земли сосущей силы. Затем родник. Звезда на перепутье. Лучи во все. Ответствуй. Сколько буден. Горишь огнем. Быва цветущим морем. Куда ушло. Спрошу добро и горе. Алло. Алло. И еще одно секретное. Ты молишься, что скрипка плачет. Ты сетуешь, что медь поет. Я слышать не могу иначе. Я видишь крестный вешний ход. Твой первый в жизни и последний. Но твой лирический герой. Я предок твой. И твой наследник в ту ночь придуманный тобой. Пуста в ней капля суесловия. Но кровь воистину густа. Как допывала ты любовью неопалимого куста. Куда изменилась ты корнями божественной той купины. Мы ясно черным перед нами. И темно-красным скреплены. Цветами мы живем. Но чудо нас истязает то лица. Что в окнах нового Иуды. Что в звездах нового Творца. Пускай же скрипка чаще плачет. И мягче, мягче медь поет. Когда тобою я охвачен. Когда в вине твоем мой лед. Спасибо. Отмечайте, пожалуйста, не забывайте. Приглашаю любовь к умцову. Можно со словами молитвы. Продолжение следует.